Учебные центры. Вы решили открыть. Это первая лекция у нас. Следующие лекции будут в феврале. В принципе, вы все оставляли набирать электронную контактные данные, мы вам будем сбрасывать информацию. Сейчас хочу представить наших спикеров. Это Филиппа Виктория, Викторовна область. С большим опытом работы. Два года, когда давайте, как на самом деле, хорошего дозатора, который ответит на все ваши вопросы. И песком Александр, тот бакат. Я тоже за него могу только хорошее сказать, что он не раз в красных ваших нехороших будет определить. Так, все, тогда начинаем. Смотрите, сейчас будет лекция, 20 минут потом у вас будут на вопросы. Потом кофе-грейт, можете прийти туда попить кофе, пока где-то Александр готовит лекцию с вами. И таким же форматом. Александр, начинай. Не, не, наоборот, я начну, да. Ага, все, тогда, хорошо. Меня зовут Александр, я рекомендующий адвокат. На протяжении последних пяти лет мы занялись, скажем так, ну, видом бизнеса. Мы сопровождаем малый и средний бизнес, сопровождаемого комплекса. Юридическое сопровождение, юридическое сопровождение, принципы для малого бизнеса. Мы являемся полноценным офисом. Стоит гораздо меньше, чем наши сотрудники. Клиенты наши довольны. Значит, из тех клиентов, которые у нас есть, достаточно большое количество есть субъектов малого бизнеса, которые занимаются швейным производством. На данный момент, в течение последних пяти лет, опять же, с учетом изменения в законодательстве, мы для себя отработали определенный набор инструментов, которыми наделяем субъектов хозяйственными. И с помощью этих инструментов они эффективно защищают свой бизнес и от государства, и от благонадёжных партлёров, от родинок и линдов. Так как аудитория небольшая, я бы хотел всё-таки спросить у вас, что вам интересно, вы с какой целью сейчас отрибыли, что вам интересно, какие вопросы у вас были наиболее актуальны. Если у вас было много, ну, такой формат не смогли бы, скажем так, провести. Кто готов сказать, какие вопросы конкретно сейчас интересуют, назовём так, швейку? Ну, как вы защищаете? Вот я вот, например, не Ангелина, получается, да, мы работаем. У меня 20 человек на предприятии, а вы руки все нереально, то есть я вылечу в трубу. То есть сейчас было сказано, что мы вас охраняем от таких плохих, ведём там, ну, как бы, ну, это же незаконно. Какое законно? Незаконно. Ну, смотрите, я понял, да, то есть все эти вопросы. То есть в моём случае, ну, как, есть оформленные люди, остальные не оформленные. Как дальше выйти? Вот сейчас, вам говорят, вот сейчас вот перед Новым годом ходят, всё, люди ходят, и вот мы всех, в принципе, ждём гостей. Я понял. Ну, если вы хотите, давайте начнём тогда со следующего. Страхи швейки. Я не буду брать производственных процессов. Я буду больше говорить о взаимоотношениях с контролирующим органом. Я так понимаю, что это достаточно актуально для вас, да. Ну, в первую очередь, чего боится швейка? Швейка, в первую очередь, боится, и вы правильно заметили, инспекцию по труду. Значит, инспекция по труду кормят достаточно, молодой, но с полномочиями, которые в разы превышают полномочия сотрудника налоговой инспекции. Значит, в рамках поиска информации по подтверждению, являются ли отношения трудовые или не являются, что, в принципе, инспекторы по труду могут делать всё, начиная от получения пояснений от самого сотрудника и заканчивая сборной информации от любого оборока. Значит, чем он опасен? Чем инспекция по труду опасна? Значит, ранее штрафы были вообще, скажем так, заоблачные, то есть за 1 год не оформленного человека можно было попасть на штраф военными около 100 тысяч евро. На данный момент государство пересмотрело штрафные санкции, на данный момент этот штраф составляет 4 минимальные заработные планы, то есть гораздо меньше. Что должен сделать работодатель для того, чтобы встречать спокойно инспекции по труду? Значит, первую очередь, если работодатель имеет наемных работников, он должен максимальное внимание уделить оформлению этих наемных сотрудников. Оформить наемных сотрудников можно двумя способами. заключить трудовые договора, которые предусматривают в зол. Либо мы можем воспользоваться, скажем так, теми возможностями, которые нам уделят гражданский хозяйственный кодекс. При заключении договоров трудовых, вы сами прекрасно понимаете, что затраты на одного человека, сколько они составляют, это минимальная заработная плата, 437, плюс отчисления, начисления, плюс социальные гарантии, то есть достаточно большая сумма. Но давайте ее сравним с возможными штрафными санкциями, которые предъявит тот же инспектор по труду. Вы правильно говорите о том, что перед новым годом сейчас активизировались практически все контролирующие органы. Мы понимаем, почему, из-за чего. Но мы не должны забывать о том, что мораторий закончился. На данный момент мораторий не распространяется ни на один контролирующий орган. То есть любой контролирующий орган может сейчас прийти. И вы должны быть к этому готовы. Потому что если вы не будете к этому готовы, вас и люди должны быть, либо лучше не работать на данный момент. Если посчитать те проблемы, которые может создать контролирующий орган для предпринимателя, я вам скажу совершенно ответственно, то надлежащее проду устройство, либо заключение такого подряда, будет гораздо более конечно выгоднее, чем штрафы. Вот вы говорите, у вас 20 сотрудников. Вот он может 20 сотрудников на штрафную санкцию, как минимум, заодно у меня оформлено. Ну, то есть раньше это было 100 тысяч гривен, сейчас это гораздо меньше, это 4 минимальные заработные платы, то есть там порядка 17.